здравствуйте доброго вечера доброго дня доброго вам настроения и мир вашему дому заходим на ваши дома квартиры мой мой голос сейчас максимально быстро и безопасно почистить все ваши стены вашей обиде то есть где особенно спальне мы погуляем через мой голос поэтому вы можете даже пойти именно сейчас спальню лично у нас расклад имена никакие мы прямых эфирах здесь не не называем я сейчас к вам обращаюсь который на посетит напротив меня мы просто общаемся вы можете задать вопрос но мысленно и карты в любом случае считают с вас информацию карты у меня молодые новые очень интересные поэтому советую вам дождаться и построить весь личный расклад на этих замечательных картах черные золотое таро обалденная карта вот говорит уже по денежной карте что будут говорить правду и только правду при условии если вы положите денежку денежку мы кладем и они будут сейчас разговаривать высшие силы через карты покажите мне этого человека что вы думаете о нем так ли он живет правильно ли он идет действует что вы думаете об этом человеке паш пентакли они уверены что у этого человека все получается и идет он правильной дорогой либо они намекают на том что человеку так как здесь 111 человек и в монету вверх поднимает то есть направление к новой работы направление заработка то есть либо либо человек ищет поиск что-то нового через монету выйти он держит он не не в кошельке у него деньги он поднял монету и ноги его идут то есть действия либо пытается заработать но не вижу что прям безумно здесь доходу у этого человека но вот а еще раз повторяю это так видят вас высшие силы то есть сверху им виднее не так как нам еще что они у нас скажете об этом человек девятка жезлов посохов здесь у нас видите перебинтованная голова стоит он на границе то есть человек действительно либо потерял работу потому что она сразу идет за это денежной либо столько себе еще сделал ограничение но опять же если нет денег ну конечно мы делаем ограничение да как минимум что-то не покупаем то есть максимально либо человека озлобился на кого-то устал вот все с этим связано да вы мне подсказываете тоже то что усталость но здесь еще закрытость идет на что забор это закрыто то есть человек даже начинает закрываться от высших сил от каких-то обид но я думаю это связано с деньгами потому что если человек бы сейчас все успешные они показывают бы вот этой карты бы такие не выпадали бы на человек который бизнесмен который там бога белья яхты лодки такие карты бы не выпали там другие идут карты бы я и делаю из этого еще раз я вас не знаю я вот слышу что ковра говорят про вас как ты еще одну карту высшие силы пятерка кубков чаши 3 упали 2 еще пока стоят то есть теплится надежда теплится надежда что все-таки любовь в ее жизни семья начала начал мужчина и женщина все-таки был дед но мы в любом случае желаем чтобы это точно действительно так произошло идем дальше теперь мы считаем с вашей головы ваша задача теперь на себя сдвинуть карту колоду верни сдвигайте на себя молодцы теперь мы считаемся и и головы ее мысли четверка кубков она готова давать свое отношение свою любовь на тот человек не очень это принимает не очень хотел бы это этих отношений все что связано с любовью это может сказаться еще и не только на любимого человека но а также на родных на родственника на отца на маму то есть вот моя любовь но те люди не очень-то готовы ее принимать это вот у нее сейчас в этого голове то есть она не понимает почему ее любовь не принимается так как она бы хотела ну теперь вы уже включаетесь вы в разговор так ли это ну да у меня есть несколько вопросов нет мы сейчас говорим про вашим и ваш вашей голове есть проблема вы готовы дать любовь это и отец и мать и просто любимый человек ну тот человек не принимает и у вас в голове не понимание почему так происходит почему человек не принимает моих искренних отношений любви так ли это ну в общем да и так следующая карта считываем еще раз повторяю с ее головы ее мысли карта луны это проблема в бессоннице это скрытость человека это воет на луну это недосыпа но через ночь вот все проблемы идут через ночь потому что человек то светлое чувствуется мне но не лунный точно но ночью как проблема либо у нее ночью застигают проблемы то есть может кто-то ее будет может какие-то кто-то заболел она вызывает скорую помощь вот что-то вот крики вот этих волков это звуки какие то то есть ночью человек засыпает и просыпается от каких-то непонятных звуков вот что это о чем они говорят карта луны ну да вы правы то есть у меня сейчас как поесть семье больной человек потому что ну вот он вас и не любит вот вы даете этому больному человеку любовь либо приносите ему стакан с водой выпей таблетку а они а он отказывается и потом ночь устраивает вам концерты человек находится в таком состоянии что он уже не адекват давайте мы про этого человека вы включите этот вопрос про этого человека мы его посмотрим на карта и еще один не нужно с карту одну карту про этого человека с ее головы считайте шестерка мечей новое начинание но во первых это уход от старого это уход от старого это может связано где тут деньги были это может ищите новую работу переход на что-то новое тут переплывают они на другой остров это вы переходите но мне кажется это связано с работой если конечно дополнительно карту кину о чем идет речь но там что-то новое начинается должно быть через проблема просто мечет проблема это у нас семерка посохов жезлов защита чем когда на человеку нападает он защищает ну а как-то связано с переплыванием с одного берега на другой но ему плохо то есть человек все 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 понял человек уволился с работы потому что там на него на перри его напрягали и он единственно что смог сделать поставить защиту чтобы и уйти с этой работы таким образом чтобы этого проблем больше не было в голове то есть человек уволился сохранив свое здоровье ну защита это здоровье оберега такой вот так вот вот увидели карта и и и в прямом эфире увидели что действительно человек рядом подтверждает все правильно то есть это не подставные расклады это действительно живые люди как как и я принципе живой поэтому обязательно заказывайте личные расклады там уже можно в живую можно в прямых эфирах можно лично но как правильно на то они и личные что лучше это в соцсеть не выкладывать конечно же потому что они это личные там тогда и вопросы можно задавать с именами много чего но мы идем дальше карты замечательные карты первый раз я держу в руках но вы знаете у меня есть навидящего еще много чего и так вижу вы сами уже понимаете в процессе вот человек не даже сидит подсказывает вы как таролог можно спросить вот у вас узнать или вы знаете карты либо вы обучаетесь вот его здорово нахожусь процессе обучения что случилось почему вы решили обучаться этому не интересно надо было разобраться в самой себе либо вы помочь людям другим должны интересно просто как я могу например даже так давайте мы сейчас это у карт спросим во первых я хочу спросить если у вас дар к этому во вторых ну дальше там пойдем смотря как от карт этот высшие силы есть у нее дар к раскладу таро карт таро да именно тройка посохов тройка посохов посохов говорит положительно да но ей нужно еще переплыть на тот берег на тот остров то есть еще нужно учиться она еще не все эти знания получила которые должна была получить но посохов посох как дед мороз каждый год каждый год у тебя все придет вот так а какое можно еще вопрос задать но это не пока не надо я думаю тут все было по ну тут и ответ полный был то есть дары действительно есть но через обучение через познание через года то есть каждый год надо усовершенствоваться согласно потому что да я прошла какую-то часть курса но у меня там потом я перестала этим заниматься и я все-таки планирую продолжить свою учению да я почему это еще страшно потому что я ты не совсем таро ларда и выше и я даже не знаю значение карт не идет с карты сама информация плюс и добавляю что-то да вот как сейчас только что вы видели про сны и вот это все добавляю про болезни человека про то что ночью кто-то будет обычно таро бы по-другому все говорю как вот знает карт луна так вот расскажите мне вот карта луны вот вы как начинающий таро к расскажите мнение вот человеку выпала карта луны это зависит от кого кому потому что допустим женщины да как если эта карта выпадает карте женщины то это как бы подчеркивает ее то что эта женщина женственная то есть она наполнена там энергии там женщины если этого падают карты мужчины то скорее всего это будет как у этого человека какое-то уныние вот смотреть надо еще сочетание карт вот видите как ну тут сочетание не с чем было смотреть потому что я конкретно спросил и что у нее в голове я задал вопрос что у нее в голове выпала карта луны вот задаю вам вопрос что у нее в голове как-то про трактуете одна карта всего лишь ну то что луна если это выпадает женщине то это говорит о ее женственности о том что ну вы полна получаете энергии все про это же опять и говорите вот обратите уважаемые слушатели внимание то есть чем-то отличается от моего дара то есть вот у нее знал заученные фразы вот опять повторяет что женщина полна женщина женской энергии чуть-чуть вспомните как я вытащил карту как я сказал я сказал что она плохо спит и и кто-то будет собаки скулят вот она просыпается от каких-то звуков которые ей неприятно да то есть я совершенно по-другому говорил и но она при этом сказал что это правда что ночью и действительно она плохо но я совершенно не говорю что-то женская пол полнота или как вы сказали там женская энергетика да то есть я про то что намекаю на то что насколько все разное когда есть дар а когда просто по книжечке обучаются но ничего вам дали время сто из года в год вы все равно научитесь и так продолжаем немножечко было отступление продолжаем ну теперь ваши вопросы первый вопрос можно его в мыслях лучше конечно озвучить чтобы я мог трактовать дело в том что у меня в семье находится больной человек мы это увидели уже до болезни такова что как бы существует только физическая оболочка этого человека а как бы то что находится мой мозг практически отключен меня есть как бы человек который этого человека постоянно каждую не лечит да то есть поддерживает его физическое состояние дальше вопрос и вопрос заключается в том нужно ли продолжать поддерживать его физическое состояние если как бы мозг уже нет во первых мы сейчас посмотрим в голове на его и имя загадайте держим в голове его имя сейчас мы посмотрим его состояние первое здоровье поговорим так сказать с его душой и так называем душу это у нее в голове матчу кому насчет думает приглашаем сюда душу это тот это человек старше чем вы это человек мудрее и богаче чем вы он имеет недвижимости за человек и очень хорош сильный картин идет на этого человека колесница то есть это быстрые перемены его характера настроение здоровье с черного на белый перескоки с заскоки вот то есть сейчас настроение такое через минуту может вообще другое быть то есть колесница она быстро меняет настроение но в любом случае этот человек остается властным потому что вы сказали что у нее он как сказали как сказали тасс не думает или мозг его не овощи физическая оболочка она но в хорошем состоянии потому что по королю я вижу что здесь лечит по королю вижу что она власть так сказать хамство имеет король он властвует он власти не чисто эмоциональный и умственный человек он как бы уже заснул его здоровье покажите здоровье биофизическая оболочка тоже с каждой и каждые две недели тоже ухудшает карта силы главное арканда его здоровье за ее его здоровьем за ее здоровьем ухаживают либо усыпляют успокаивают то есть дрессированный человек живет не по своей воле то есть может это все таблетки все такое то есть вот как она льва дрессируют вот так этого человека тоже управляют этим человеком да потому что он очень агрессивный агрессивно лев это тоже агрессия того чтобы сниже снизить агрессию по отношению к тем людям которые за ним ухаживают давайте теперь спросим у этого человека когда он сознание то есть не под действием препаратов он как к вам относится агрессивно мокарт спросим как он относится к ним опять король император власть вот этот человек что здесь был король что сейчас император власть он над вами манипулирует он вами управляет этот человек он старше чем вы то есть это либо мама либо это отец но точно ваш рот идет то есть но манипуляции очень жесткого потому что все эти императоры королей они казнить нельзя помиловать так смотря где запятую поставить это власть то есть поэтому скорее всего вам от этого очень плохо плюс мы это видели они высшие силы сказали что вы готовы мириться с этим королем дали королевы но не хочет тот король этого делать не будет этого делать ближайшее время так в принципе любит но жесткой любовью вот так отвечу идем дальше теперь ваш вопрос вопрос не надо продолжать как бы просить этого человека лечить потому что это стоит достаточно больших денег и так стоит ли поддерживать лечение физическое состояние того человека вот это вот допустим императора короля да или нет это у нас девятка мечей но отрицательная карта то есть она говорит плечи не лечи толку никого же судьба этого человека предначертана то есть ответ но ответ нет но они говорят да даже если и да ничего нельзя уже сделать девятка мечей что-то у торогов девятка мечей расскажите мне по здоровью это большая боль какая-то дешевая боль физическая боль болезни болезни то есть лечи не лечи это уже у человека по судьбе так сколько это человека проживет а вот императору сколько сколько ему отведено еще наш цвет потух так тут мы видим тут мы видим шестерка пентакли то есть тут дают монету как нищему типа сколько бог и сюда столько и будет жить но я не могу сказать что человек это завтра уйдет или через какие-то время он еще уж уж шесть месяцев точно будет еще жить либо до двадцать шестого года сегодня какой год 23 года прибавляйте и он уйдет я вам помните он когда-то говорю уже обращались ямска она будет уйдет через три года вот она шестерка прибавляйте три года от сегодняшнего это двадцать шестой год поэтому как не крутите к этому вопросу мы уходу этого человека больше никогда не возвращаемся они говорят что продолжай не продолжай результаты никакого не будет расход денег будет да то есть там это уже ваше право как дочери это ваше право еще раз прошу высшей силы так ей продолжать лечить этого человека карта магии это власть это ваш закон все ваших руках он говорит но просто как бы есть несоответствие между физическим состоянием и умственным человек полностью практически ну я понимаю к чему вы идете что вам тяжело тяжело вообще вот это делать то есть вы пытались сейчас спросить скину можно ли скинуть на вот врача до другого они вам сказали что нет смысла говорят что врачи говорят что очень плохая как бы предусматривают они вообще не считают что нету человека не стоит лечить и мне уже давали советы что вообще бы как бы даже стоит уменьшить количество пищи чтобы он постепенно сам уходил но его не отпустят я вижу что карту мага вам врачи это советовали то есть все в ваших руках типа я вижу вот пищу бокал давать не давать но вы все равно по этому пути не пойдете то есть ответ получается нужно пусть чуть чуть уменьшить или что но не бросать человеку но нет бросить я не брошу но не просто понять как идем дальше прошу вопрос у меня есть подруга считаю что я ее приятельница подруга но мне кажется что она как бы хотела бы но у нее просто не не непростые отношения ко мне влюбилась что у нее некая хитрость по отношению ко мне да вот мне кажется что она ко мне относится как бы с надеждой что я перепишу на нее свое как бы это завещание недвижимость и все такое она меня не хотите недвижимость переписать еще раз я что-то прослушал мне тут клиенты просто пишут кстати вот клиенты помните я рассказывал пишет перепеть и гораздо лучше спасибо тебе то есть вот так вот вот люди неделями не могут привести себя в порядок по здоровью особенно я за одну ночь это легко убираю с них они во все восторге не понимаю почему это так она надеется стать моей наследницей так давайте еще раз ваш вопрос какой ну мне бы просто хотелось понять что вот какое у нее отношение в голове держите ее имя и мы будем смотреть ее отношение к вам паш жезлов ее отношение к вам она бы со стороны к вам подходит либо она кто-то вам она была моложе вас позже даже моложе она хочет посадить дерево то есть что-то может от вас взять там росточек такой дрейвере по родственникам ну то есть может это недвижимость уже взять что-то или что-то на них переписать и зажить по-новому то есть она от вас что-то хочет но она не агрессирует тут нет мечей тут нет она идет своей жизнью то есть так должно быть и она спокойно ждет этого момента я правильно сейчас я рассказал вот она иерофанты я сейчас четко рассказал что есть они у города вы сказали ей правду то есть она спокойно ждет то есть и она уверена что это произойдет следующего у меня два контракта хотел бы узнать как они давай с первого тогда начнем о чем он первый хотя бы чуть-чуть слов одно слово тело красивое тело как идет контракт и сколько прошло месяц вот только черновы лето до следа королева жезлов груди растут и не надо упор растет королева жезлов тут все понятно тут все хорошо все идет своим чередом она говорит подсолнух через магию вот он код через магию это делаете через через контракт и она говорит сухой все идет своим чередом отлично давай следует так но я помню его сейчас я это это вроде бы на мужчину ну ладно уже снова сказал уже слово на мужчину как ее контракт идет прям по полочкам сколько ему тоже где-то по столько же так но здесь у нас идет чуть-чуть загвозочка семерка мечей о чем она такая-то говорит у дорога это обычно считается обман почему это кто обманывает король мечей как сложить эти теперь король мечей вот здесь идет стопроцентная загвоздка он даже вот здесь я мечи вижу там и во первых это контракт сто процентов на мужчину и здесь идет загвоздка то есть этот мужчина как идет пока еще к вам не идет вот так скажу контракт на год сделал значит либо они говорят что надо ждать еще потому что в ближайшее время это не произойдет они говорят давайте спросим сейчас поподробнее расспрошу о чем идет речь почему что он загвоздка почему здесь идет даже через обман шестерка посохов он еще не приехал говорит то есть сейчас это владелец этого контракта женщина то есть вы она пытается себя обмануть свой мозг но он к ней придет но позже скорее всего здесь а хозяйка этого контракта хочет что-то придумать либо быстрее его хочу и все они говорят король жезлов сидит от мечей сидит но после рим нельзя руководить не обманывая себя все придет с пройдет вот она своим чередом придет и это очень теплая карта это будет либо весна вот птицы прилетели весной это будет зима вот сейчас вообще у всех естественно кризис вот при вас столько что женщина 6 господи три недели не мог не могла прийти в себя и мне вот ее пришлось помочь и ноябрь а вот такой жесткий месяц когда солнца нет и все такое и так все работает то есть отказа не было но он говорит всему свое время там снад смотри сначала идет стройное тело а потом мужчина вот они вот это говорят типа чё она себя обманывает а сначала стройное тело пусть королева проиграется идем дальше кстати мне сейчас весы надо стать у меня я писала как вы рекомендовали список желаний до на новый год меня ни одно желание там не вспомнил почему и желание на новый год я рекомендовал принципе как вы это все знают что нам новый год надо писать желание вот я честно сказать я не пишу и даже в 12 ночи я ничего не загадываю единственное что я говорю либо вот знаете как на на здоровье вино пьют я всегда говорю я желаю себе и всем вокруг желаю здоровья это вот принципе секрет открываю я желаю только здоровья все остальное если есть здоровья все будет я не фантазирую ничего хотя один раз на новый год два раза в год я загадывал то есть два нового года кое-что я загадывал да но это кстати исполнилось я помню тогда стать вернуть себе молодость я хотел и косметологии все принципе это получилось у меня это я загадывал но я два года закан то есть один новый год помню в таиланде потом второй новый год тоже в теплой стране и у меня это все исполнилось очень быстро но как быстро два года ждал ну там постепенно все начиналось продажи крема и все такое итак следующий вопрос почему ее желание на новогодние не исполнились но во-первых еще полтора месяца осталось паш мечей ну трактуйте эту карту я не буду как ее протрактовать почему мечты не сбылись не сбылись здесь паш мечей то есть это были какие-то детские мечты либо это все тянется из детства не знаю что там вы там загадали такого киндер сюрприз что ли что или наоборот такого загадали то что тяжело держать вот он тяжело ему меч держать 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 то есть желание которое я сейчас я спрошу то есть получается она из желание тяжелые для себя загадала не исполнили до король жезлов она желание сильные для себя загадала что-то мужика загадали что интересно даже потом когда камеру выключу посмотрю что там закатали еще какой вопрос давайте про даже если мои кармические испытания что у него с кармой туз мечей победу тут есть лавры тут все победа за ответ до закончились были проблемы очень много проблем тоже же злой господи мечей говорит да все закончилось как вы протрактуете как-то рок процессе но меч это холод это теряние по кого-то то есть это как война до идешь теряешь но потом приобретаешь высшие силы дайте теперь совет с чем бы ей заняться что во-первых контракты и стали быстрее исполняться что и первый контракт который должен она заниматься это стройное тело вот настроенное тело красота это молодость этой мечты это воду давно наверное надо зарядить через воду тут и вода есть вот это первое что ей нужно сделать поэтому сейчас быстренько на весы смотрим контракты фотографии сверяем до и после весы сверяем до и после ну в принципе есть еще вопросы или советы перейдем итак в голове держим имя этого человека либо визуализируем этого человека готова смотрим что будет до конца года до отшельник уход ничего что давай спросим про отца отец как относится отец к его десятка пентакли хорошо относится но со стороны смотрит ну немножко так у меня расстроился нет у него хорошие карты идут но что напокаялся имеется виду нет но я надеялась что он мне хоть как-то с мамой поможет ну нет он сидит со стороны смотрит на все помогать ничего не будет он своими руками делать не будет но может дать что-то там деньги что-то дает вот деньги как дает это может дать но вообще нет на этом все обращайтесь за личными раскладами